Открытие 16-го фестиваля театров лицедей состоится на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова 21 марта, где будет представлена музыкально-поэтическая композиция, посвященная творчеству Иосифа Бродского. В качестве частица выступит артист театра и кино Владимир Кашевой, музыкальное сопровождение Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Это событие также включено в международный музыкальный фестиваль «Мир эпоха имена». В течение недели жители и гости Ульяновской области смогут посмотреть лучшие премьеры сезона. Сама неделя очень важна, поскольку 20 марта – это международный день молодежных театров. 21 марта – это день кукольника, и, следовательно, тех, кто служит этому замечательному искусству. И 27 марта – это международный день театра. Поэтому вся эта неделя будет наполнена событиями. В фестивале театров Ульяновской области «Лицидея-2022» примет участие 10 театральных коллективов. Все государственные коллективы представят творческие достижения года. Так, на основной сцене 22 марта конкурсную программу «Лицидея» откроет трагедия у Вильяма Шекспира «Магбит» Ульяновского драматического театра имени Гончарова. Этот спектакль, как бы, по праву сегодня считается у нас таким спектаклем знаковым. Потому что этим спектаклем на нашей сцене дебютировал Владимир Александрович Золотарь в качестве главного режиссера. В нем занята почти вся труппа. И даже в центральных ролях два состава. В борьбу за премию жюри «Лицидея» включатся коллективы Ульяновского молодежного театра и Ульяновского театра юного зрителя. Мы покажем одну из наших последних премьер. Это спектакль по пьесе хорватского драматурга Мира Гаврона. Спектакль называется «Все о женщинах». Ну, в этом названии, наверное, многое сказано. Хотя, может быть, даже это не только о женщинах, это о жизни в целом. Молодежный театр сыграет спектакль «Руководство для желающих жениться», над которым работали режиссеры Алексей Храпсков и Дарья Долматова. И мы хотели сделать это полностью по Чехову. Но получилось, когда мы зацепились и стали сочинять в настоящем творческом процессе, вышло, что в этот спектакль вошло три новеллы, так их назовем. Рассказ Чехова «Пропащее дело». Маленькая, очень короткая пьеса моего любимого Эдуарда де Филиппо под названием «Риск». И рассказ о Генри «Дары волхвов». А Ульяновский театр «Кукол» имени народной артистки СССР Валентины Михайловны Леонтьевой покажет сразу два спектакля. Мы решили показать и премьеру основного состава Ульяновского театра «Кукол» и Демитроградского филиала. Мы покажем спектакль «Дуровлинные перья» по мотивам известной японской народной сказки. И Зощенко «Свадьба» в исполнении артистов Демитроградского филиала. В конкурсной программе также участвует Ульяновский театр-студия «Инфан Терибль» со спектаклем «Загон» в постановке Дмитрия Аксенова и Демитроградский театр-студия «Подиум» со спектаклем «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского в постановке Владимира Казанджана. 25 лет назад поставил первый спектакль по Островскому и потом, сколько меня не убеждали, ну никак не возьму, какую пьесу не возьму, хорошую, все, ну не мое. И вот за последние несколько лет почти подряд три пьесы Островского. Лицедель стал возможностью заявить о себе на широкую зрительскую аудиторию не только для государственных театров, но и для частных, любительских или недавно созданных творческих коллективов.